Водитель большегруза проехал там, где запрещено законом, который регулирует нормы дорожного движения. За нарушение заплатит 300 рублей. С 1 сентября такой суммы вообще не будет в перечне штрафов. Минималка вырастет со 100 до 500 рублей. А максимальный порог достигнет 50 тысяч за управление автомобилем в нетрезвом виде. Все-таки 30 тысяч, 50 тысяч. Не каждый в состоянии. Мы многих задерживаем машины, они стоят. Цена их там 10 тысяч. Но там будет другое. Если человек не в состоянии так оплатить и его не ценится, то у нас там будет принудительная работа. От суток до 15 суток, помимо штрафов. Повышение штрафов затронуло и пешеходов. 500 рублей придется заплатить тем, кто переходит дорогу в неположенном месте. Однако, если водитель не уступает вам дорогу на пешеходном переходе, ему грозит штраф, но уже в полторы тысячи рублей. Я по московской часто хожу и перехожу. Там даже бывает светофор. Вот загорается желтый свет, а они летят. У меня на работе одно сбили так. Я вожу в школу двоих детей. Нам несколько раз приходится переходить перекрестки. И особенно вот на улице Чернышевского и Соколовой. Там даже иногда проезжают под красный свет. Водители увеличение штрафов воспринимают скептически. Вадим Журавлев со высоты 20-летнего стажа оценивает нововведения. Говорит, нарушителей меньше на дорогах не станет. С каждым годом все ужесточают и ужесточают. А смысла от этого нет никакого. Транспорт все равно больше становится. Мест парковочного в городе вообще не хватает. В правовом агентстве водители поддерживают. Сотрудники считают, повышение штрафов – не выход из ситуации. Для того, чтобы на дорогах было меньше аварий, с автолюбителями и пешеходами необходимо проводить разъяснительные беседы или выписывать предупреждения. Власть устраняется от решения подобных проблем и идет другим путем регулирования общественных отношений. Более легким для нее – это установление повышенных штрафных санкций. Приведет ли это к положительным результатам или нет, на сегодняшний день сказать нельзя. Необходимо посмотреть, как это будет работать. Закон вступит в силу уже через две недели. Инспекторы призывают быть бдительнее на дорогах. Ведь теперь, если водитель лишат прав, то обратно он получит их только через повторный теоретический экзамен в ГИБДД. Екатерина Рысева, Шейн Абдуллаев, ТВ-центр, Саратов.